Итак, мы возвращаемся в студию, как и обещали, и продолжаем. Наша тема – правильно ли вы спите, уважаемые телезрители? Звоните к нам в студию, пишите на Viber, мы открыты обратной связи. Банальный храп – это один из признаков неправильного сна, о чём мы, кстати, говорили в начале нашей программы. Резкие и громкие звуки по ночам приводят к стрессам и конфликтам с домочадцами. О том, что сегодня может предложить современная медицина в лечении патологии сна, далее в нашей программе. И я приглашаю к разговору врача-сомнолога Алексея Борисовича Малкова. Добрый вечер, Алексей Борисович, проходите, пожалуйста. Алексей Борисович, хотелось бы сразу вас спросить, могли бы вы рассказать, какие физиологические процессы происходят у нас в организме во время сна? Сон – это физиологическое состояние, которое занимает треть нашей жизни, и поэтому к нему нужно относиться очень трепетно. Сон должен быть здоровый. И физиологический сон проходит медленные и быстрые фазы сна. Быстрая фаза сна одна, а медленный сон состоит из четырёх фаз. Во время сна человек здорового сна, то есть 8 часов, как мы и говорили, вообще здоровый сон от 6,5 до 8 часов, недосыпание плохо, пересыпание тоже плохо, человек должен проходить пять фаз сна, так? То есть пять повторяющихся циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Тогда сон более физиологичный. Во время быстрого сна происходит обработка информации, головной мозг структуризирует все данные, полученные за день, а во время медленного сна мозг отдыхает. Быстрый сон – это сны, медленный сон – это отдых именно организма. А правда ли, что богатырский храп – это признак богатырского здоровья? Нет, конечно, это храп – это плохо, это заблуждение. Храп может быть… Вообще храп – это фонация, то есть прохождение воздуха через верхние дыхательные пути, цепляясь за какие-то структуры, будь это мягкое небо, язычок, корень языка, создаются турбулентные движения в ротовой полости и издается вот этот неприятный звук. Но за храпом может скрываться тяжелое заболевание, как синдром сонных апноэ, то есть остановки дыхания во сне, либо он может быть просто лор-патология, которая не создает вреда нашему организму. И мы занимаемся диагностикой плохого и хорошего храпа, и лечим в любом случае тот и другой. А вот, кстати, приборы, которые вы сегодня принесли к нам в студию, это как раз-таки для лечения храпа? Это для диагностики патологии сна. Так. То есть основным методом и золотым стандартным во всем мире диагностики патологии сна является полисомнография. Это вот такой аппарат, полисомнограф. Одновременно во время сна, да, это производится обследование во время сна, снимается и работа коры головного мозга, энцефалограмма. Окулограмма – это движение глазных яблок для того, чтобы знать, в какой фазе сна находится человек. В быстром глазные яблоки двигаются, в медленном – нет. Миография подбородка, датчики остановок дыхания, кардиограмма, работа сердца, насыщение крови кислородом, датчики остановок дыхания, храпа, экскурсия брюшной и грудной клетки. Мы должны знать, как работает грудная и брюшная полость, миография нижних конечностей. Это для синдрома беспокойных ног. То есть, в общем-то, за одно обследование, за одну ночь, с помощью одного прибора мы можем раскрыть все тайны, которые происходят в человеческом теле, и выяснить любую патологию. Как он просыпается, из-за чего просыпается, задыхается, не задыхается, что происходит с работой сердца, что происходит с работой коры головного мозга. То есть, вот этот прибор на тело человека крепится полностью на целую ночь, на 12 часов, чтобы понять, что происходит. И куча датчиков на голову, на лицо, на руки, на тело, и все это снимает уже данные. Но сегодня мы попробуем продемонстрировать другой прибор. Да. Давайте же мы его возьмем в руки. Нет, еще, ну, как бы, если... Вот эта шапочка, да. Другое, это холтер энцефалограммы, это работа непосредственно коры головного мозга, для того, чтобы мы знали, если у пациента есть патологическая активность в коре головного мозга, цепляется вот такая шапочка на голову, она одевается, да, на человека, и снимается вся работа коры тоже во время сна. Это для детей, для взрослых, для больных эпилепсии, для того, чтобы мы могли, ну, уже длительно смотреть, да. То есть обычная энцефалограмма пишется, там, 15-20 минут, у нас же есть возможность снимать эти потенциалы в течение всей ночи. Это электронейромиограф, это аппарат для диагностики патологии периферических нервов. Есть такие заболевания, которые вызывают боли во время сна в нижних конечностях, полинеэропатии, синдромы беспокойных ног. Этот аппарат проверяет, повреждены ли нервы, да, в руках, в ногах, корешковые поражения, там, позвоночника и так далее. А этот аппарат непосредственно в СИПАП-терапии, то есть есть синдром сонных апноэ, это остановки дыхания во сне. Они могут быть обструктивного характера вследствие западения корня языка. Западает корень языка, человек задыхается. То, что происходит у Людмилы Ивановны, как раз, отлило. Происходило, да. Западает корень языка, человек задыхается, падает насыщение крови кислородом, но в ответ дыхательный центр в головном мозге сообщает диафрагме, дыхательная мышца, ответ, и воздух, остающийся в трахе, выталкивает, человек схлипывает, схрапывает и снова начинает дышать. Но во время того, как происходит остановка дыхания, спадаются сосуды и бляшки, которые находятся у всех, атеросклеротические, в периферических сосудах, в брахиоцефальных артериях. Когда насыщение восстанавливается, человек схлипывает, бляшки могут лететь в голову, в сердце, соответственно, большой риск инсультов и инфарктов. Незавидная перспектива. Да, и во всем мире это заболевание является риском для жизни, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в странах Восточной Европы, и Азии. Эти аппараты даются людям бесплатно по страховой медицине, потому что это большой риск для жизни. А есть апноэ центральное, когда диафрагма не срабатывает, и это риск просто не проснуться. У вас такой вот аппарат, да? Ну, немножечко предыдущий. А мы можем показать, можем показать, как он. Ну, то есть весь смысл аппарата – это компенсация остановок дыхания. Аппарат умный, он чувствует все остановки дыхания, и таким образом подает воздух под определенным давлением, отодвигая корень языка. От меня подобрана давление. Да, подобрана индивидуально только под пациента, и работа с врачом постоянно, да. То есть это маска. Это маска, которая… Да, они бывают при тяжелых степенях полнолицевые на рот и на нос, а при легкой степени достаточно только назальной маски, то есть только на нос. Ну, и, грубо говоря, это просто одевается вот так вот на ночь, ремешочки. Человек в нем спит. Все это… То есть, еще раз повторяю, это компьютер, который пишет все на флеш-карту. Врач потом работает, подстраивает все границы давления. И со временем человек, дыша в нем, эти давления снижаются все меньше и меньше. При легких степенях, возможно, отказ от аппарата, да, и человек выздоравливает. При тяжелых степенях это, конечно, пожизненное использование как метод компенсации. А сколько лет или месяцев надо пользоваться таким аппаратом, чтобы полностью вылечиться? В зависимости от степени тяжести. То есть, полисомнограф показал, что у человека там 600, там 300, 400 остановок за ночь. И таким образом мы подстраиваем по индексу падения насыщения крови кислородом и по нужному давлению подстраиваем индивидуальное давление для пациента. Также мы занимаемся вентиляцией и тяжелых пациентов при боковом метрофическом склерозе, когда остановки уже центрального характера. И это жизненно необходимо. Очень полезно запрограммировать свой организм на сон. Выбирайте сами, что вам больше подходит. Легкая гимнастика, стакан кефира, арома ванна, дыхательные упражнения или благодарность себе за не зря прожитый день. Если повторять такие нехитрые действия на протяжении хотя бы пары недель, то спустя время вы увидите, что вставать утром бодрым – это очень просто. Я благодарю всех участников нашей программы за активное участие. Благодарю вас, уважаемые телезрители, за то, что вы сегодня звонили, писали, за то, что вы были активными. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ее ведущая Наталья Игнатенко. Доброй вам ночи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok